видео про печку часть 2 носите начнем сначала что было в печке изменено и улучшено первым делом после покупки перед первым включением сюда китайскую любую херню надо осматривать на предмет выявления сборочных дефектов и прочих мелких неисправностей возникших по вине нерадивых китайцев но их в общем то можно понять поскольку это крупносерийное производство всегда есть какие-то недочеты значит первым делом было обнаружено что клеммы которым питание подключается вот сюда что было с ними в они были плохо закручены и практически болтались вот эти вот гайки и провода при попытке закрутить и затянуть нормально провода клеммы сломались в результате чего было принято решение вообще полностью клеммы заменить выточить новые вместо стали здесь полностью везде латунь вот вместо херовой какой-то пластмассы которая треснула при адекватном усилии крепления выточена аналогичная конструкция только из текстолита единственное что осталось от родных клемм это вот эти вот сами крутилки буксы да это они были модернизированы просверлены насквозь потому что там изначально у них резьбы было всего ничего не она там метров пять может глубиной только только лишь бы что-то там накручивалась вот здесь сразу все выточено из шестигранника златунного поменено все что там такое не до невозможно достать вот вот таким образом сделано 2 аналогично так вот уже уронил шагу ладно потом подниму очень вот таким образом это первое второе что бросила глаза когда вот этот топливный так про него будет отдельное повествование смысл этого повествования в том что во первых кожух вот этот который надевается на печку невозможно надеть без того чтобы открутить крышку баков но влага это сделать легко крышка сделано нормально адекватно в общем-то конструкция традиционно тут клапан посередине воздушной прокладка про которую многие писали жаловались уже стала вместо силиконовая либо резиновая из нормального пенополиэтилена который здесь достаточно боль в общем достаточно стоек к воздействию соляры там и прочих топлива еще было плохо с топливным баком там вот есть такая штука типа ребра жесткости вот это вот посередине она была закручена на шурупы у него потом скажем еще теоретически бак должен крепиться к это к этому ребру к этой пластине но вот это вот всего крепления сделано не было его просто туда тупо бросили он там в корпусе болтался просто лежал здесь на вот этом вот полу если можно так назвать и вот этот штуцер вот вот там видно еле-еле вот он из которого собственно топлива поэтому вот шланчику поступает в насос и далее туда на отопитель все это вот так вот болталась билось друг от друга благо насосом тут хоть и на соплях ну на резинке на демпфирующий но закреплю вот сейчас это все поджато более-менее все вот эти провода увязаны в жгуты и все такое прочее значит это вот штука которая ребра жесткости вот это она же крепежная планка по идее для бака она была установлена задом наперед поэтому вот эти отверстия которые там есть для бака крепежные они не совпадали с крепежными отверстиями для крепления и бак было закрепить невозможно таким образом поэтому они наверное приняли мудрое решение просто кинуть его там и забыть вот далее значить для того чтобы бак все-таки по-людски закрепить пришлось взять открутить эту планку перевернуть ее вверх ногами и отзеркалить чтобы она не не вот этим вот ребром не не втыкалась в бак потому что она штампована вот а также поменять шурупы традиционные китайские вот эти которыми она вся была собрана скручена на нормальные винты м4 но для того чтобы поменять их на нормальные винты надо тогда было сначала гайки припаять почему припаять потому что добраться туда попросту стало невозможным чтобы эти гайки руками держать вон они при закручивании поэтому пришлось их припоем пост 61 припаять 4 гайки здесь 2 и здесь это плохо видно в общем они есть далее чудесным образом вот на этом месте было отверстие диаметром 16 миллиметров это было понято как знак свыше для того чтобы поставить сюда разъем шер 16 двуштырьковый этим разъемом подключается блок питания уже упомянутый в прошлом видео который одновременно является зарядкой для аккумулятора сам аккумулятор подключается к этим клеммам все так же выхлопная выхлопная выведена сюда чтобы ее вывести оттуда из-под низа чтобы она в пол не упиралась были ноги вот такие высотой 40 миллиметров выточены алюминиевые такие достаточно вот потом вот здесь в этом месте был разъем трех штырьковый вот такой огромный разъем который упирался одной стороной в бак а другой стороной в кожух не давал его нормально закрыть ввиду того что этот разъем по факту не нужен было принято решение его ликвидировать вот он ликвидирован и провода спаяны напрямую этот провод трехжильный идет блок управления а что было не так с блоком управления во первых у нее есть гнездо крепления вот тут вот тоже на двух винтиках прикручено тоже болталась поменял винтики на нормальные подложил шайбу гровера потому что вибрация есть при работе все равно минимально но есть чтобы ничего не открутилось и не отвалилось провод заходит сюда все было на соплях пришлось исправлять наш при попытке вот этот пульт снять он теоретически снимается мы не хочу сейчас ну вот можно вот так вот он отщелкивается просто снимается вот кстати крепление этой планки сюда так можно видеть что здесь винты появились вместо опять же шурупов как всегда у китайцев все на шурупах почему здесь появились эти винты потому что при первой попытке вытащить пульт у нее вытащилась вот эта вот передняя панель силу богатырская дернул и сорвал вот эти два верхних шурупа след за ними заломал остальные два то есть вот эта морда у нее тупо отвалилась и все а там кишки и задняя часть осталась внутри поэтому я все сразу же переделал скрутил на нормальные винты м2 здесь винты поставил вот но теперь все держится нормально адекватно по-человечески все вот так далее начать кстати винты м4 удерживающие вот эту планку на которой бак топливный висит вы здесь вот эта штука носик который соединяет две половинки корпуса сейчас я сюда нарезал резьбу вкрутил винт м4 тоже шайба гровера а до этого эти половинки были тупо сжаты хомутом где он вот он маленький вот этот вот хомут вот этим хомутом были сжаты маленький это конечно решение очень такое боюсь даже эпитет подобрать какой именно в общем дурацкой мягко говоря ну вот вкратце так вот все это сделано теперь модернизация минимально проведена кстати корпус открывается очень легко надо вот эту гайку воздухозаборника открутить и вот этот винт и все так с обратной стороны что у нас делается с обратной стороны все так же как и было будут под низом довольно много места теоретически блок питания можно было бы внутрь запихать и вывести вольтметр на на морду ему куда я скажу скажем куда-нибудь нет здесь бак мешает ну вот здесь вот где-то вольтметр но здесь его не видно в это что пусть он на блоке питания так и живет вот есть конструкции аналогичных отопителей где блок питания на 220 вольт размещен внутри решение спорное поскольку если 220 рубану то печка опять же будет аварийно остановлено ей надо продуться для охлаждения чтобы все штатно завершить все свои процедуры включения выключения на общем вот такие дела начать по кожуху по кожуху единственное замечание что во первых вот эти винты которые ручку крепят они были перевернуты головами внутрь поскольку торчали внутрь и вот уже начали корпус тут царапать и как бы ничего не поцарапали не проткнули перевернул и к тому же вот эти вот защелки плохо держится то есть их можно вот так вот вот они вот так раз и все пока они защелкнуты корпус закрыт они в натяге так что в дальнейшем может быть я их зафиксирую как-то там посмотрим посмотрим пока работе не мешает прорезь вот эта вот для контроля уровня топлива с которой видно только вот эти три литра и все фактически сейчас вот под завязку залито тут 4 литра ну это часов на 12 работа на максимуме хватит в зависимости от напряжения питания кстати поскольку напряжение питания тоже влияет на обороты как выяснилось там стабилизация прямой нет там что-то как-то хитро делать единственное что смущает это то что вот эти вот два шурупа до сих пор сюда вкручиваются но это тоже не критично но может потом что-нибудь с этим сделаем а может вообще не будем шурупы закручивать так что в общем то пока вот так модернизация минимальная но тем не менее оказывается полезной в отдельных случаях чтобы сохранить надежную работоспособность устройства так ну все конец второй части